Возобновилось строительство второй очереди школы в Нижневартовске. Старт стройки современного учреждения образования дали еще в 2016 году, однако подрядчик, построив коробку первого корпуса, обанкротился. Этот и другие важные для города объекты проверил глава муниципалитета. С подробностями наш корреспондент. 2018-й рекордный для Нижневартовска год по количеству переселенных из неприспособленных для проживания строений семей. В общей сложности в городе отпразднуют 600 новоселий. Часть из них отметят в декабре. Квартиры для жителей балков, детей-сирот и очередников уже готовы. То, что мы балки в этом году точно снесем уже. Снесем в следующем году, но в этом году уже расселим. И 1300 семей, которые живут в деревянных неприспособленных строениях аварийных. В этом году 600-1300. Ну три года максимум еще. Такими темпами наш город освободит от деревянных строений. Два новых микрорайона построили за четыре года. Квартиры в многоэтажных комплексах сдают с чистовой отделкой. Дворы благоустраивают. Новоселам будет интересно узнать, что в обновленной серии панельных домов, куда они переезжают, лифты опускаются на нулевой этаж. Это удобно молодым родителям и маломобильным горожанам. Либо с коляской, либо на кресле мобильном. Человек заезжает, сразу попадает. Не надо подниматься по лестнице. У нас раньше этого не было. Не прекращается строительство и нового участка одной из центральных улиц города, мира. Его разделили на два отрезка. Один из которых планируют сдать будущей осенью. Сейчас основание улицы отсыпают торфом и благоустраивают. То, что планировали в 2018 году выполнить, вот эта работа, к которой жители обращались до города, то, что здесь было некомфортно, неудобно. Теперь, в принципе, подрядчик с этим справился и все выполнил. Благоустройство на территории, застроенной жилыми домами, у нас здесь выполнено по улице. Сейчас занимается освещением. Надеемся, что до конца года получится его включить. Еще один важный для города объект – современная школа на 1600 учащихся. Возводить ее начали несколько лет назад. Однако подрядчик, построив коробку первого корпуса, обанкротился и стройплощадка опустела. Сейчас здесь вновь работает техника. На месте будущего второго корпуса бригады забивают сваи, подводят инженерные сети. Строительством занимается Нижневартовская компания с хорошим послуженным списком и собственной производственной базой, что, по мнению властей, гарантирует положительный результат в будущем. В первую очередь, которая у нас стоит сегодня, мы ждем буквально, когда нам будут открыты лимиты в округе. Средства предусмотрены. Как только будут открыты лимиты, документация вся готова, мы сразу разыграем конкурсные условия. И тот, кто видит подрядчик, будет заканчивать строительство первой очереди. Вторая очередь, вы видите, подрядчик у нас строит, и они идут с опережением. Все объекты, которые смотрели, и кроме того, в нашей беседе мы поговорили, что разработана масса программ, причем программы разработаны не на сегодняшний день, а буквально на завтрашний. Условно думается не о том, как выжить, а как жить и хорошо жить дальше. Это очень радует. Если строительство школы будет продолжаться теми же темпами, то срок ее сдачи сократится. Вместо 2020 года учебное заведение смогут открыть уже в конце следующего года.